Доброе утро Бокертов, дорогие друзья! Начинаем наш следующий рог в понедельной главе Торы в Эггель. Написано и призвал бог Бицелеля, сына Ури, сына Хура из колена Игуды, поручил ему построить храм. Мы уже это с вами разбирали, у меня есть урок, можете включить Бицелеля родословная, у нас есть недавно, дней 5 назад мы это разбирали. Какую работу нужно было сделать мастерам? Самые талантливые люди, которых Всевышний одарил мудростью, они изготовили сам мешкан, переносной храм. Люди, которые не были такими, они тоже делали все, что могли. Пряли пряжу из голубой шерсти, пряжу из багряницы, из чернилицы, из льна, все готовили, приносили заготовки и сделали потолок шатра. Из чего он был сделан? Значит, он был сделан из голубой шерсти, багряницы, чернилицы и льна, скрученных вместе. По ней были вытканы изображения кругов. Значит, потолок этот состоит из 10 полотнищ, длина каждого полотнища 28 локтей, ширина каждого полотнища 4 локтя. Если нам представить, как это может быть, грубо берем локоть 50 сантиметров, получается 14 метров на 2 метра шириной. И таких 10 полотнищ, 5 полотнищ шили одно с другим и 5 полотнищ других шили одно с другим. По одному краю этого большого полотнища разместили 50 петель и по другому краю этого полотнища поместили 50 петель. Что интересно, что эти петли сделаны из голубой шерсти, из самого дорогого, что может быть. Казалось бы, какая разница еще нет. Всевышний склад сделан именно из голубой шерсти, самое дорогое. И взяли 50 золотых крючков и соединили эти два полотнища и стало полотнища отрасплошным. Это потолок, можете себе представить, это красота. На нем вытканы кругы, как ребенок с крыльями. И как звездочки на голубом небе, синим. В общем, это смотрелось невероятно красиво. Следующая покрывала шатра называется. Его сделали из козьей шерсти. Не пишется цвет, чисто козья шерсть. И там было уже не 10 полотнищ, а 11. И длина каждой полосы 30 локтей на 2 локтя больше. И шили 5 полотнищ, одно с другим. И шили 6 полотнищ, одно с другим. И соединили медными крючками эти полотнища. Стало покрывало шатра сплошным тоже. После этого сделали полотнища из красных бараньих шкур. Пишется же покрашенный в красный цвет. Есть мнение, что природно они такие были, красноватые. И полотнища из шкур тахашей сверху. Что такое тахаш? Единственное, что нам известно, что это кошерное животное. И было оно только во время пустыни. Больше нигде не встречается. В Тепторе ни в Танахе дальше не встречается. Всевышний это животное прислал чисто для того, чтобы взять красивый храм. Мы так можем это понять. Потом были изготовлены брусья. Нам нужно было изготовить 48 брусьев. 20 брусьев для северной стороны шатра. 20 брусьев для южной стороны шатра. И стена задняя была тоже из 8 брусьев. 2 угловых бруса и 6 обычных. Высота этих брусьев была 10 локтей. А ширина была 1,5 локтя. Толщину мы не знаем, но из предания мы знаем, что это было 1 локоть. Одно из мнений такое, что толщина была такая. Это очень большие, мощные брусья. И современные строители рассчитывают вес такого изделия. И его чистое дерево, если взять, взвесить такую балку, или как называется его колонна, не знаю. Весит около 1,8 тонны. Если взять и выправить его из дерева шитим, из кедра шитим, или из акации, это тяжелое дерево. И тоже невероятно. Мало того, его оббили листовым металлом. Можете себе представить размер этого листа? Это надо взять 2,5 метра на 5 метров. Такой прямоугольник. И обшить саму эту балку. А это еще не все. А верхушка, которая размером получается пол локтя. Это полтора локтя на локоть. Это тоже 50 на 75 сантиметров. Таких листов тоже она была взять. Получается, если балок 48, то 48 таких классин. Такое огромное количество золота на это уходит. И трудно себе представить, сколько может весить такое изделие. Какие бы тоненькие ни казались. И мы смотрим комментарии властейной памяти раба Садья Гаон. Раб Садья Гаон властейной памяти. Так он говорит, что толщина этого металла на каждой балке было 0,25 мм. Он там перечисляет все предметы, которые есть в шатре Откровения. Нам это трудно понять, потому что он не перечисляет много из того, что есть. Не знаю почему он не перечислил многие предметы. Перечислил только часть предметов. Предметов 5 разных названий почему-то не перечисляет. Нам трудно понять, почему может это входили те материалы, из которых они изготовлены в состав того золота, которое нам непонятно. У нас всего 29 кекаров и 730 шекелей. У нас не так много золота. Но все получилось, все сработало. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дал за поднятие души моего папы Якова Беннахума, моего дяди Владимира Бен Григорий, Лев Бен Шмуэль, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Бат Клара, Анна Бат Римка, Полина Первая Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Моисей Бен Ева, Инесса Бат Маэль. Двойра Бат Мирян, Ирина Бат Двойра, Евгений Бен Берт, Евгения Бат Ита, Ицхак Шимон Бен Бейла Моттл, Фира Бат Анна, за хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Денис Бен Нахун. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.